здравствуйте дорогие телезрители рад вас приветствовать в нашей кулинарной студии и сегодня мы собрались чтобы обсудить вопрос виртуальной реальности и реальной реальности в чем же отличие где их границы и для этого мы позвали в студию кандидата философских наук доценток кафедры общей философии наталя олеговна салдатов и здравствуйте наталья олеговна праве ядер над our для катего Casey Анталя олеговна солдатова окончила казанский государственный университет факультет вычислительные математики и кибернетики затем факультет философии казанского университета кандидат философских наук Название диссертации «Виртуальная реальность как пространство социализации» руководит магистрской программой философии цифрового общества. Сегодня мы с вами будем готовить фаршированные кабачки. Это очень интересно. Готовить я, на самом деле, тоже люблю точно так же, как и философию. И, с другой стороны, я никогда в жизни не совмещала этого прежде, поэтому это очень удивительно и для меня, и первый такой вот шанс попробовать все вместе, одновременно приготовить такое интересное философское кулинарное блюдо. Я предлагаю сразу переходить к делу. Так, отлично, хорошо, тогда я займусь овощами. Вы сделаете начинку, пожалуйста. Вот вам фарш. Давайте с луком начнем, да? Так, да, вам нужно мелко порубить будет лук, пожалуйста. И потом мы, я сама посолю и поперчу, и немножечко риса мы тоже добавим в фарш. Так, я тем временем займусь кабачками. Мы их порежем пополам, вытащим небольшую часть сердцевины, чтобы потом их наполнить приготовленным Владимиром фаршем. Наталья Олеговна, какое у вас было в студенческое время любимое блюдо? На самом деле, я училась долго, 10 лет. Их можно поделить на два периода, когда изначально я занималась математикой и программированием. И тогда не было такого разнообразия всевозможных кафе, ресторанов в центре, столовых. И мы, когда были очень голодными, бегали рядом с университетом, до сих пор она действует, больше 20 лет получается, действует столовая. И там делали закрытую пиццу. Это была первая пиццерия в городе для нас. И когда мы заканчивали долгие занятия, мы были очень голодные, и мы бегали туда и покупали эту пиццу и ели в сквере у Черного озера. А потом уже, конечно, когда я училась в философии, получала это образование, там уже было проще. И, наверное, тогда уже я полюбила готовить, полюбила вообще разнообразие кулинарное. Когда узнаешь очень много философии, конечно же, ты узнаешь разные культуры. Это очень интересно совмещать, знать философию и культуру. В том числе, когда ты изучаешь, например, древнегреческую философию и готовишь какие-то кулинарные блюда Древней Греции и особенности приготовления этих блюд. На самом деле, в чем особенность математики, казалось бы, да, это далекие области математика, программирование и философия. Они абсолютно по-разному видят мир, но на самом деле это об одном и том же. Мы строим модели, модели этого мира. Мир у нас с вами один, общий. Но мы строим модели математические, программистские, виртуальные модели. Каждый философ, каждый математик под определенным углом видит этот мир, пытается его описать, пытается создать его модель. То есть вот это условное разделение на физиков и лириков, оно не работает? Оно вполне условно, как мне кажется. И когда мы сталкиваемся с какой-то культурой, с какой-то философией, и в том числе изучаем их математические представления, они все дополняют друг друга. Нельзя сказать, что это разные области знания. Хороший подход узнать культуру, именно разносторонне узнавая ее особенности, как вы говорите, и с гуманитарной точки зрения, и с философской точки зрения, как особые области знания. Так и технической, и точной науке, они говорят об одном. Наверное, особенность вот такого познания теоретического заключается в том, что нет практической реализации потом. То есть у нас с вами есть какие-то представления, какие-то модели, но нет практического результата. И вот здесь помогает кухня. Здесь помогает нам руками познавать ту же самую культуру, строить представление о той культуре, где мы сейчас с вами находимся, через еду, через руки. И также мы можем глубже понять ту ситуацию, в которой мы находимся, культурную, религиозную. Наталья Олеговна, я правильно фарш замешиваю? Так, абсолютно верно, да? Лук вы хорошо очень мелко порезали. Спасибо большое. Значит, будет очень вкусно, должно быть. Давайте сейчас я его посолю и поперчу. Пожалуйста. Мне нравится достаточно много перца. Вы не против? Нет. Отлично. Вам я поручу порезать помидорку. Наталья Олеговна, как вы пришли к теме виртуальной реальности? Вы знаете, Владимир, на самом деле, с самого начала меня интересовало то, что окружает нас. И опять же, та же математика, физика и другие науки нам рассказывают с разных сторон об одном и том же, о том, из чего состоит наша реальность. Как мы ее познаем? Откуда у человека появилась такая возможность, как думать, мыслить и знать? Потому что только человек, на самом деле, обладает возможностью знать, осознавать, со знанием. И поэтому философия, как математика, это два разных, но по большому счету очень схожих. Способы познания того, что нас окружает. Если математика – это точная наука, которая описывает реальность через формулы и дает нам возможность понимать и использовать эти знания, то философия достаточно абстрактна и строит модели, представления о том, исходя из того, что уже есть и чего бы мы хотели видеть в этой реальности. И тогда как раз виртуальная реальность, программирование в целом отвечает нам на эти возможности. С одной стороны, математическими средствами мы можем реализовать различные программы, видения. Каким образом мы хотим построить? А что мы хотим построить, дает нам ответ философия. И поэтому виртуальная реальность, как представление о пространстве, которое мы можем создать сами, своими руками, своим воображением, и реализовать там абсолютно любые функции, любое видение, чего мы хотим там добиться, используя любые средства образовательные, развлекательные, мы создаем таким образом целые миры. И философия математика, и программирование – все входит в одно. И у нас получается, как результат какой-то нашей деятельности, как какой-то суперготовки, у нас получаются с вами виртуальные миры, виртуальная реальность. Ну а чтобы у нас с вами был готовый результат, давайте перейдем к начинению наших замечательных кабачков. Я предпочту сейчас наполнять наши кабачки нашим приготовленным фаршем, а вас попрошу натереть сыр, и мы потом украсим и посыпем хорошо наше полуготовое уже блюдо. Хорошо. Наталья Олеговна, ну получается, что виртуальная реальность – это спайка математики и философии? Или это упрощенное понимание? Мне кажется, нельзя сказать, что виртуальная реальность – это исключительно сочетание… Ну, математику возьмем как более широкое представление, не только математика, но и все физические науки, программистские науки, логика та же, которые способствуют созданию виртуальной реальности, те же технологии современные. Нельзя сказать, что это исключительно сочетание, с одной стороны, технических наших способностей современного с вами мира, с одной стороны, а с другой стороны, того воображенного философами, тех представлений о том, как могло бы быть, должно было бы быть в этом мире. Здесь еще большую роль играет современное состояние культуры, современное состояние общества. И каждый раз, мне кажется, когда программисты и специалисты по нарративному дизайну, сценаристы, которые создают проекты виртуальных реальностей, когда они проектируют, начинают создавать виртуальные миры, с одной стороны, они, конечно же, знают о технических особенностях, о том, каким образом необходимо создавать те или иные техники, практики, технологии, каким образом правильно применять. Но, с другой стороны, нужно правильно создавать тот мир и наполнять этот мир правильными культурными реалиями. А с другой стороны, необходимо знать точно, как вы хотите видеть этот мир, каким вы хотите его представлять, какими культурными реалиями, особенностями вы его хотите наполнить. Например, если у вас есть древнегреческие представления о мире, то, конечно же, культуру вам нужно создавать полноценно, со всеми артефактами, именно древнегреческую. Если вы хотите, например, средневековую Францию восстановить, то вам мало иметь представления религиозной, философской той местности, где вы хотите создавать, симулировать эту реальность. Но вам также нужно будет вспоминать еще о том, что там... Материальная культура. Материальная культура, да, все артефакты, ходить по музеям, изучать локальные языки, какие-то диалекты. Это колоссальная работа и культурологов, и не только, да, философов? И антропологов. И антропологов, конечно. Весь опыт, который мы сегодня имеем, нужно вкладывать в создание тех миров, которые мы хотим видеть. Наталья Олеговна, давайте тогда перейдем к завершению наших кабачков замечательных. Держите помидорки. Так, хорошо, спасибо. А вас я попрошу, Владимир, пожалуйста, посыпьте все сыром, как красивый жест по завершению нашей первой части приготовления кабачков. Наталья Олеговна, а сон – это не виртуальная реальность? Это очень сложный вопрос. Об этом многие рассуждали и рассуждают. И сегодня есть большое количество споров о том, что есть реальная реальность и что есть виртуальная реальность. Вот смотрите, да, очень интересно будет привести пример на продуктах, на том, как мы готовим. С одной стороны, у нас есть реальная реальность. Это те продукты, которые у нас сейчас находятся под руками. Мы из них готовим, но уже виртуально в головах представляем о том, какой будет вкус. И поэтому мы говорим, будет хорошо положить достаточное количество сыра, но не очень много. Посолить примерно столько, сколько мы бы представили о том, сколько необходимо. Но мы это делаем не пробуя постоянно, да, мы не тестируем. Мы это воображаем в голове, всю картину нашего процесса приготовления мы воображаем в головах наших и воображаем, какой результат мы хотим получить. И вот здесь уже начинается вопрос о том, вот то, что мы предвкушаем, воображаем, и то, о чем мы мыслим, это является некоторой компонентой виртуальных миров или нет? Наверное, отвечая на ваш вопрос, сон непосредственно нельзя считать виртуальной реальностью, потому что виртуальная реальность, она создается целенаправленно. Она должна быть актуализирована и она должна существовать вне зависимости от того объекта, который ее создает. Например, как видеоигра или виртуальная реальность, как среда, как вселенная. Так, я пока продолжу. Спасибо. И она должна существовать отдельно и иметь в данном случае возможность воспроизводить себя, как бы сделать себя более-менее стационарным. В то время как сон – это ваше индивидуальное представление во время того, что… Он не живет отдельно от своего создателя. Да, и это лишь временно, ведь сны длятся достаточно короткий срок, это несколько минут, секунд, и это то, как работает ваш мозг, вне зависимости от того, контролируете вы увиденное или нет. И, наверное, в этом смысле полноценной виртуальной реальностью ваш сон назвать нельзя. Я думаю, что пора закончить с представлением наших замечательных кабачков и, наконец-то, отправим их в духовку, чтобы увидеть их в готовом состоянии. Да, Владимир, давайте я вам помогу. Так, наши кабачки в духовку. Будьте осторожны. Так, отлично, да, засекаем время, 40 минут. Фаршированные кабачки. Репчатый лук мелко нашинковали и смешали с говяжьим фаршем. Далее добавили немного риса, приправили специями и хорошенько перемешали. Кабачки разрезали вдоль пополам и сделали у них небольшие углубления. Помидоры нарезали мелкими кубиками, сыр натерли на крупной терке. Подготовленные кабачки наполнили фаршем, сверху выложили помидоры, посыпали сыром и смазали майонезом. Отправили запекаться в духовку на 40 минут. Ну а пока наши замечательные кабачки отправлены в духовку и готовятся, я предлагаю перейти к приготовлению простого салата. Как мы его назовем с вами? Может быть, раз у нас за окном сегодня уже осень, а хочется воспоминаний о весне, а может быть, назовем виртуальная весна. Как вам? Прекрасное название. Тогда, Владимир, я попрошу вас передать мне капусту. Нам для салата понадобится капуста. Вас попрошу я мелко порезать огурцы и потом заняться зеленью, тоже мелко ее порубить. Кстати, Владимир, мы сегодня так много говорим о виртуальной реальности, о мирах существующих, о действительных, о реальных, о виртуальных. Что вы думаете по поводу виртуальной реальности? Насколько она реальна? Хороший и сложный одновременно вопрос. Но вообще у меня, наверное, как и любого человека, при воспоминаниях о виртуальной реальности, о том, что такое явление существует, в первую очередь бросает в дрожь, страх. Где границы этой виртуальной реальности? Как понять, что ты уже не в ней? Особенно, когда читаешь, например, философу прошлого, Ренея Декарта. Моя мысль про сон, она откуда всплыла? Именно из Декарта, что он не смог отличить в своем трактате, не смог отличить сон от яви. Где же он находится? Ну, методом специальных рационалистических познаний он все-таки дошел до мысли о том, что вот сон – это то, а явь – это другое. Но сможем ли мы также отделить правду от вымысла – это большой-большой вопрос. Тем более наш 21 век рождает огромное количество фильмов, игр, сериалов на тему фантастики. И всегда-всегда возникают вопросы, так ли мы далеки от этого, и сможем ли мы с этим справиться, если это нагрянет. Поэтому вот такой вот у меня достаточно реакционный, консервативный подход к этому вопросу. Действительно, я удивлена, что вы помните такие философские концепты, да, как вы сказали только что Рене Декарта. Действительно, он и многие другие философы, начиная с него… Вот смотрите, как интересно вы сказали. Декарт в 17 веке не смог уже точно определить и провести грань между реальностью и вымыслом, сном и действительностью. А это время еще очень-очень далекое до создания виртуальной реальности, всех возможных способов, которыми мы сегодня привыкли строить иные реальности, иные миры. Это очень интересно, потому что действительно концепт виртуальной реальности был разработан еще со времен Древней Греции, когда под виртуальным понималось как сумма некоторых возможных качеств у человека, самых первостепенных, самых лучших. И потом человек реализует некоторые из этих качеств, некоторые характеристики, на которые способен. И из-за виртуального состояния эти свойства человека становятся уже актуальными, реальными. И с тех пор вот такое представление о том, как могло бы быть, и о том, что есть, на самом деле, мне кажется, вопрос, волнующий всех философов. Потому что как раз на основании того, что есть, все философы строят свои представления о том, в чем заключаются проблемы современности, и как создать общество более лучшее, более гармоничное, более гуманное. И в связи с этим, наверное, создание виртуальных миров и виртуальных реальностей вторит этой тенденцией, вторит этим мотивом создать самые интересные миры, которые не повторяются, которые неординарные, которые затянут нас настолько, что действительно степень иммерсивности, степень погруженности в эти миры превзойдет все наши ожидания. И мы уже в какой-то момент не только не сможем различить виртуальное пространство и реальное пространство, но и не захотим в какой-то момент выбираться из виртуальных миров, потому что они решат многие, может быть, текущие социальные вопросы и проблемы, и будут более гармоничными. Наталья Олеговна, а что случится с человеком вот в этом виртуальном мире? Он нормально перенесет этот полет? Вы имеете в виду, Владимир, погружение... Степень иммерсивности, как вы сказали, да. Степень иммерсивности, когда у нас достаточно велика, все больше и больше эти миры нас с вами затягивают, и особенно современные поколения молодых пользователей данной продукции, конечно, они погружены туда больше, чем, например, мы с вами. Но, с другой стороны, мне кажется, пока беспокоятся о том, насколько глубоко мы сможем туда уйти, и насколько мы не сможем потом найти оттуда выход из этих виртуальных миров, пока вопрос так ставить достаточно рано, потому что многие процессы, которые мы должны все еще поддерживать в себе, они находятся в этой реальности, в том числе, например, как приготовление и потребление в пище. Наши ингредиенты для салата подготовлены, теперь, я думаю, мы можем это замечательным образом замешать, и обязательно добавим кукурузу и заправим все это майонезом. Отлично. Давайте тогда вы будете замешивать. Хорошо. Спасибо вам за доверие. Наталья Олеговна, я знаю, что вы еще руководите магистратурой философии цифрового общества. Мне кажется, что это напрямую связано с нашей сегодняшней темой разговора. Чем вообще занимается магистратура? Какие перспективы у выпускников? Спасибо, что вы спросили. Это действительно очень для нас важный вопрос. На пороге того момента, когда мы с вами стоим перед большими открытиями в области виртуальной реальности, виртуальных миров, конечно же, нужно грамотно научить подрастающее поколение, грамотно создавать, проектировать эти виртуальные миры. И тогда вот наша магистратура философии цифрового общества как раз нацелена на то, чтобы с одной стороны обучить студентов, магистрантов тому, чтобы они могли технически, понимали, как технически можно реализовать те или иные возможности, какие-то реализовать механики необходимые при процессе образования, развлечениях, например, создании миров в целом. А с другой стороны, этого мало, как мы с вами уже сказали, и необходимо очень грамотно и гармонично построить тот самый мир, который мы хотим реализовать в виртуальных реальностях. И тогда гуманитарная часть, гуманитарный блок дисциплин нашей магистратуры как раз нацелен на то, чтобы дать представление студентам о культурных реалиях, о том, как правильно преподнести эти культурные реалии, чтобы это было легко считываемо пользователем, чтобы все было на своих местах и не было ничего лишнего в этих мирах, чтобы не появлялось ощущение отчужденности, отторжения, чтобы этот мир действительно выглядел полноценным миром. И вот мы уже несколько поколений студентов обучаем именно такой деятельности, созданию вот такому грамотному и качественному созданию миров. Итак, наш салат замешан. Осталось только дождаться приготовления кабачков и переходить к дегустации. Салат «Виртуальная весна». Капусту нашинковали мелкой соломкой, огурцы нарезали небольшими брусочками, укроп мелко порубили. Все ингредиенты выложили в глубокую салатницу, добавили консервированную кукурузу, заправили майонезом и хорошенько перемешали. Итак, все готово. Я думаю, мы уверенно можем переходить к дегустации. Давайте я вам наложу салат и себе наш замечательный «Виртуальная весна». Напоминаю название. Как вам вообще кабачки? Любите кабачки? Я потому что кабачки ни разу в жизни не ел. Это будет мой первый опыт. Это очень интересно, как же вы прожили в стране, где кабачок – одно из осенних ключевых блюд, которые обычно готовят во всех семьях. Я из Астрахани, у нас были баклажаны, вот у нас культ баклажанов, он есть. Но я всегда отнекивался, когда меня ими пичкали. Вы воздерживались. Очень интересно. Тогда я думаю, что вам будет очень интересно и для вас быть необычным данное блюдо. Поэтому здорово, что мы выбрали именно такой вариант. То есть мы вас познакомили не только с основанием какими-то идеями о виртуальной реальности, но и буквально в реальной реальности мы попробуем с вами что-то новое. Предлагаю начать. Отлично. Очень интересный у нас с вами золоченый сыр такой. Да, действительно, и начинка очень необычная. Очень вкусно. Вот я и попробовал кабачок. Давайте перейдем к салату. Отлично. Действительно, получился очень весенний. Замечательно. Ну, здесь ингредиенты все знакомы. Ничего нового для себя я не открыл. Но сочетание невероятно интересно. Поэтому всем обязательно советуем готовить этот салат в общежитийных условиях, в домашних условиях. Спасибо большое, Наталья Олеговна, за то, что пришли к нам. Спасибо большое, чтобы пригласили. Спасибо. А мы и дальше будем приглашать специалистов в самых разных областях, чтобы погружаться во все аспекты политологии, социологии, философии, истории и прочих наук. Спасибо большое за внимание. До скорых встреч. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...